Мне кажется, для того, чтобы не было тех событий, которые можно назвать событиями, замешанными на межнациональной розни, требуется прежде всего наладить ситуацию с политикой мигрантов. Сегодня это абсолютно, как кажется, рядовому обывателю неконтролируемый процесс. Тем не менее, как кажется аналитикам, ну и мне в том числе, хотя я не отношусь к их разряду, мне кажется, что это кому-то надо, если это ж неспроста, как говорил известный мультгерой. Конечно, это очень выгодно, вот этот самый поток, конечно, это выгодно, когда люди стоят 3 рубля, конечно, это выгодно, когда ими можно населить подвалы и так далее, выгодно с точки зрения финансовой. Но дело в том, что чем больше мы пускаем неконтролируемых мигрантов в себе на территорию, тем с большей вероятностью они начинают создавать сообщества. А сообщества – это всегда, как вам сказать, маленькие монастыри внутри большого монастыря со своим уставом. И вот тогда начинают сталкиваться уставы, начинают сталкиваться не просто люди, не просто единичные случаи, там, скажем, бытовые или какие-то еще там рабочие. Начинают сталкиваться, если угодно, концепции. Три. Мне кажется, что решение вопроса с трудовой миграцией – это первое, это очень важно. С трудовой миграцией и нет, трудовой, просто неконтролируемый. И это первое. И второе. Мне кажется, что очень верно поступили лидеры Чечни и Дагестана, которые обратились к своим гражданам, находящимся на территории России или где-либо еще, чтобы они все-таки вели себя сообразно человеческому достоинству, не демонстрировали широту, так сказать, натуры в тех местах, где этого делать не нужно. И вот с такими воззваниями, мне кажется, лидеры должны обращаться, они должны держать руку на пульсе.